Так миленько они лежат, такие яйки рядом сложили, хотя они лежали здесь, не знаю, видим, когда вылазили, сместили. Здесь у меня подписано по номерам каждый таражник, какая группа там сидит, и присвоен свой номер. Соответственно, яйца складываются и подписываются. Вот два малыша вышло, здесь еще, по-моему, шесть яиц. И что хотела показать, целяции часто вылупляются. Иногда вылупление происходит неудачно. Вот сейчас вот этот пример мы посмотрим. Малыш с виду абсолютно был здоровый, крупный, такой же, как его брат. Но бывает, у некоторых они уходят и нажираются субстраты. Я не знаю, как они это делают, то есть это независимо от того, какой субстрат. У меня яйца сейчас покажу, лежат в разных субстратах, то есть и в кокосе, и вермакулите, и смесь вермакулита и перлита. Вот. Но иногда выходят малыши, и внешне они абсолютно нормальные. Иногда они даже не могут вылезти из яйца и нажираются. Иногда вот нажираются, выходя уже из яйца. То есть вот они явно вышли в один день, то есть они вышли сегодня буквально. Даже вчера я утром проверяла, не было. Сегодня утром проверяю готовые малыши. Этот малыш абсолютно нормальный, то есть он живой, все у него хорошо, ничего не нажрался. Размер у них одинаковый, но один нормальный вышел, а второй почему-то вот так сделал. Сейчас покажу родителей, собственно, этот объем. К сожалению, у кого там ни одна-две ящерки много разводят, многие с этим сталкиваются, непонятно почему. Некоторые говорят, что можно, конечно, им помочь, если вовремя заметить. Но, как моя практика показала, я видела на моменте вылупления, когда такие слабые вытаскивала, их сразу сажала, на салфеточки выхаживала, все равно потом что-то случалось, и они умирали. То есть это естественный отбор. Почему-то они слабее. Вот этот малыш очень даже хорошенький. Явно будет очень красивый. Я уже вижу по окрасу, он еще десять раз перецветет, но будет очень красивый. Так что вот пойду сейчас высажу этого малыша. Это в заморозку. Вот так у него будет выглядеть маленький, пока он растет. Здесь все свет, литрофиолет есть. Вообще, в теории, им все это не нужно, но, как показала практика, растут они намного лучше в таких условиях. Собственно, поилочка, камушек здесь не для того, чтобы он не утонул, а для того, чтобы сверчки не утонули. Вот такой красавец маленький. Да? побольше укрыть, и мы сейчас посмотрим, кто это будет, девочка или мальчик потом. Малышочек сразу пьет. Я слала в детстве такой красивый, мне кажется, вырастет вообще огонь. Очень яркий. Так, сейчас покажу родителей и братьев его, старших или сестер еще не смотрела по полу. Вон они, запрятались. А сейчас не в самом ярком окрасе. Точнее, вообще не в ярком окрасе. Они, когда загораются, становятся довольно-таки яркие, более четкие. Но даже по этому окрасу видно, что это не совсем стандартный, ненормал, так сказать. Хотя я не сторонник от Силеатусу давать название морфом все-таки. Но это, в общем понимании, ненормалы. Сейчас найдем второго. Прекрасавец тоже. Ну вот видно, что они сейчас даже блиненькие. Вот видите, такие мутненькие. Обычно они очень яркие. Такие уже выросли и где-то 4 месяца уже. То есть такой вот перерыв был. Это вот последний, кто вылоплялся. И вот сейчас, спустя 4 месяца новое вылопление. Так, и вот родительский объем. Здесь подсветки уже нет. Только на верхнем ярусе. Самка после откладок. Довольно-таки худоватая. Сейчас я ее буду отсаживать отдельно, чтобы она откармливалась. Потому что сейчас была активная откладка яиц. Вот эта самочка прям видно, что такая упитанная. То есть она еще несется. Собственно, вот мама у них вот. Она после активной откладки такая не очень выглядит. Но у них так часто бывает. Собственно, я надеюсь, закончил. Этот процесс невозможно остановить, потому что у них бывает одно спаривание, грубо говоря. Дальше она несется и несется, как курица. Ну а потом нормально восстанавливается. Так, а папаша у нас... Сейчас найду его. Паша у нас вот. Вот. Тоже без хвоста. Без хвоста они выглядят странно. У меня вот все самцы очень по-разному выглядят. То есть есть самцы, которые прям такие мощные. Ну интересно, как раз такой в розоту. Видите? Есть самцы, которые прям мощные. То есть они прям такие жирные. А есть такие вот. Они вытянутые. Особенно, когда без хвоста они, конечно, выглядят довольно-таки странно. Вот, к примеру, самец уже такой, покрупнее. Ну, хотя у них сейчас у всех спаривание идут. Они все не очень жирные. Но, как показывает практика, жирные самцы намного хуже спариваются. Такие ленивые они. Ну, по крайней мере, у меня. Вот этот этот объем. От него сейчас очень много яиц. И я часто перекидываю другие объемы, потому что самец прям очень рабочий. Он очень любит спариваться. И сразу, когда кидаешь в новый объем к новым самочкам, он прям сразу за ними начинает бегать. Да? А вы уже этого не цените, да? Тоже самки все уже после откладок. Сейчас было лежит в инкубаторе штук 20 яиц. Есть еще группа, которая не половозрелая, не взрослая. Товеренечки. Нет, ты хочешь в другую группу, да? Нет. Ты сейчас сидишь в этой. Минус целиатусов, это посмотрите на стекла. Это просто жесть. Они реально постоянно срут на стекла и с этим ничего не сделают. То есть многие ящерицы, которые даже сидят на стеклах, срут как-то вот на кору, куда-то еще эти, именно на стекла. И, в общем, объем выглядит не очень красиво, уже очень быстро. Самочка очень красивая. Вообще, конечно, я вам еще не показывала, но потом покажу, когда начнут уже нестись. У меня очень красивые перспективные бананаеды, но они еще в подростковом состоянии. Сейчас я вам покажу интересную штуку, как яйца у бананов находятся. Сейчас, говорю, сезон, они активно прям кладутся. И сейчас похоже, как-то выглядит. Но это выглядит конкретно у меня. Многие заморачиваются, делают все аккуратненько и красивенько, и они сразу видят яйца. Но у нас сделано с той точки зрения, что если мы сразу не нашли яйца или сотрудник сразу не увидел, сейчас, например, сотрудников вообще нет, а животные все есть, и поэтому на все время никак бы не хватает. Хотя, как показала практика, сотрудник упустил аж 15 яиц. Я пришла, стала перебирать, нашла 15 яиц. Но объем сделан так. То есть видите, какой здесь слой субстрата, то есть прямо огромный, что в крайнем случае они могут и проинкубироваться здесь. Многие ставят отдельные влажные камеры и все остальное, но, как показала моя практика, опять же, это не очень удобно. В том плане, что если стоят еще растения, то есть они часто откладывают в горшки прямо с растениями, и это не сразу заметно. Потом часто откладывают не в эти влажные камеры. В итоге пришла к тому, что самый удобный большой слой субстрата кокосу. Во-первых, так влажность держится, во-вторых, с яйцами ничего не случится, и сверху просто кора. Вот сейчас покажу, как находить яйца. Видно, что недавно здесь все перерывалось. Где-то здесь должны быть яйца, по-любому. Еще у нас... О! Вот. Раз. Два. Вот это опять у нас второй объем. Не говорю, здесь самки продолжают класситься, поэтому они так уже выглядят довольно-таки худоватыми. Но это нормально. То есть вот, два яичка. Можно еще порыться, на самом деле. Иногда бывает, что две самки отложились. Ну, вроде я так заметила только одну норку. Я просто начинаю все перерывать. А вот в прошлый раз, когда я пришла, я не знаю, как так получилось. Вроде, видимо, давно не заглядывала, не перерывала. Я нарыла аж 15 яиц. Ну, что здесь пока не видно. Вот. Ну, вот, например, вот здесь уже видно, что яйца вот здесь лежат. Видите? Через это видно. Отложили на передней стенке. И яйцо прямо здесь видно. Сейчас тоже достанем. Вот у нас третий объем. Здесь самый такой самец всеми желанный. Косик детей очень дает. Так что сейчас еще отсюда достану. И, соответственно, положу вот этот. Здесь у меня для второго, для номера два яйца. Для номера треть яйца вниз. Сейчас оперирую все объемы. Мало ли кто-то еще что-то отложил. Тут опять выход ресничек. В этот раз будут очень красивые. Уже по нему видно, что малыш будет со страйпом. Второй он только вытащил голову. Он еще в раздумьях, выходить в этот мир или нет. Вот этот малыш. Вот уже видите по рисунку, что будет страйпик очень красивый. Видно, что это нестандартный уже рисунок. Так что классно. Я прям рада. Ты в раздумьях еще, да? Выходить в этот жестокий мир или нет? Вот какой красавец. Так, ну, сейчас я их высажу. В этот раз почему-то покрупнее вышли. Это хорошо. Но инкубировались дольше при более низких температурах. Потому что сейчас инкубатор стоит под других ящериц, заточенный на более низких температурах. Таким красненьким смотрится. Чизайка. Сейчас я тебя подготовлю, объемы высажу. Оп. Будешь ты мне прыгать? Оп. Молодец какой. Такой уже активный малыш. Мамане в этот раз у нас вот это. Страйп, видимо, в отца пошел. Она очень красивая, светлая. С таким тайгером идет. Геора? Да, у тебя дети сегодня родились. Давай-ка. Вот, а папаня, собственно, не здесь сейчас сидит, он с другой самкой сажет. Красотка. Она еще ни разу не не слазь, но она маленькая. Так вот, новые объемы. Они в два раза больше, собственно. Сейчас у меня сформировано два самца, соответственно, две семьи. Это из взрослых и много подростков, собственно. Ну, третий под подростков посажу несколько туда, кого сидели стояло. А сейчас там еще самка отложила яйца, я покажу. Так, в общем, вот этого самца мы берем. Берем, берем, берем. Самца. С кем ты сейчас будешь сидеть, посмотрим. Так, тебя сюда. Так, ты. Ты давай-ка сюда. Сейчас я хочу этого самца посадить с красными самками. Я обожаю красных самок. Не знаю, мне прям очень нравится. Ну, как с красными самками. Здесь одна такая уже взросленькая. Вот она сейчас отложила яйца как раз. Худенькая. Вот, а вторая. Такой еще. Средний подросток. Она еще не размножается. Но очень красивая. Такая барышня. В общем, сейчас они посидят в такой группе. С этим самцом. А вот эти три барышни. Здесь две одинаковые. Ну, мне не нравятся. Не знаю. Решила оставить обоих себе. Точнее, вот от одной из этих вылопался сейчас малыш. Вот этот сейчас тоже недавно сделала кладку. Их вот со светлым самцом. Чтобы были светленькие детки. Давайте. Эй, сейчас вам еще поставлю кору. Ну, давай. Спрыгивай с меня. Не на меня, а с меня. Ну, вот, теперь они вдвоем вылезли. Видите, видно, что разного окраса. Вот это более стандартного окраса. Это поинтереснее. Я вам как раз подготовила новый объем. Где? Что-то ты весь уже в этом. Ой, сейчас тоже тебя... Ой. Не успела показать его. И все еще земля налипшая. Вот, ну, у него более обычная окраска. Все, уже побежал. Места вам здесь много будет. Вот, сейчас заброшу им мушку. Хотя они такие крупные. Ну, крупную мушку заброшу. Вот так вот. Все время можно сделать здесь, конечно, подсветку. И будет получше, поинтереснее смотреться. Но пока что им прям вот идеально будет. Ну, вот, пока я высаживала взрослых. Обнаружила, у них нашла еще яйца. Пока рыла. Сейчас мы их соберем. И положим уже на вермикулит. Наконец, вермикулит появился. Мне всем нравился кокос. Все хорошо инкубировалось. Так вот, у меня оттойцы. Ну, ладно. Все хорошо инкубировалось. Но внешне мне это не нравилось. Дети выходили все такие безмазанные в кокосе. Даже близко. Они такие красивенькие выходят. Вот. Так что теперь яки вот вермикулит. Инкубироваться им долго и упорно. Потому что сейчас пониженная температура будет, чем обычно в инкубаторе. Из-за того, что там другие яйца, которые требуют более низких температур. Так что лучше соберем. Продолжение следует...